Четверть миллиона рублей. Именно такова стоимость культурных ценностей, которые пытался провести за границу предприимчивый новгородец. Статья за контрабанду для нашей области в целом в Диковинку сегодня был вынесен приговор по этому делу. В апреле прошлого года Дмитрий Кельблер планировал незаконно переправить с целью продажи в столицу Латвии Ригу культурные ценности. Две деревянные иконы, шесть наперстных икон, а также кресты, изготовленные не позднее 19 века. Для этого он обратился к гражданину, действовавшему в рамках оперативно-розыскного мероприятия, с просьбой за 500 долларов США осуществить контрабанду в Прибалтику. В ходе судебного следствия представлены доказательства, подтверждающие, что все действия он совершал в инициативном порядке. Сам установил лиц, посредством которых планировал совершить перемещение икон. После передачи указанных предметов подсудимый был задержан сотрудниками регионального УФСБ России. Согласно заключению экспертов, общая стоимость культурных ценностей составляет 240 тысяч рублей. Выступая в премиях сторон, мы предложили признать подсудимого виновным совершение инкриминируемого ему преступления, назначить ему наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на три года, а также дополнительное наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей. Помимо этого, сторона обвинения предложила конфисковать предметы контрабанды. Вино в совершении преступления Кельбер признал. В итоге приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год шесть месяцев условно, с испытательным сроком два года и штраф 150 тысяч рублей. Кроме того, согласно приговору суда, у осужденного конфискованы шесть наперстных икон, наперстный и два нательных креста, как того и требовало обвинение. Максим Широковский, Андрей Константинов. Новости. Новгородское областное телевидение.